Всем привет, это снова Денис ССС с небольшим уроком. Я решил записывать такие уроки, когда по ходу практики мне какой-то попадается очень удачный пример практически, чтобы наиболее наглядно показывать и не выдумывать какие-то примеры из головы. Сегодня поговорим об автоматизации, тем более, что некоторые из вас интересовались этой темой особо. И я покажу удобный способ масштабировать автоматизацию именно в том диапазоне, в котором производятся какие-то изменения. Смотри, у меня есть такой бас, который может звучать и более отрывисто, если немножечко вот этот вот параметр дикей, немножечко понизить, но именно чуть-чуть понизить. То есть, если сильно эту ручку повернуть туда или сюда, то, в общем, ничего интересного не происходит. Звук портится. Вот в таких небольших значениях, послушаем. Можно очень интересно играть с динамикой. И в чем состоит суть сегодняшнего урока? Вот смотри, мне пришлось увеличить эту область, чтобы адекватно работать со столь малым масштабом. Иначе, ну вот очень проблематично выставить эти точки правильно. Можно, конечно, ориентироваться на значения. Вот здесь, на этом экранчике, появляется значение точки 33%, 37%. Но это очень неудобно. Когда большая аранжировка, много дорожек, сразу же хочется поставить точки и не заниматься увеличением вот этого масштаба. И смотри, как это можно удобно сделать. Просто при повороте ручки, понимая, что нам нужны значения от такого-то до такого-то, опять же, на этом экранчике смотрим значения. Поворачиваем ручку, смотрим. Правда, для внешних синтезаторов это могут быть не проценты, а другие какие-то значения, но они все равно вот здесь отображаются. Потом, когда мы создаем автоматизацию, для сторонних плагинов это делается, щелчком по универсальной кнопке, символизирующей последнюю ручку, с которой ты взаимодействовал. Вот. И созданной автоматизацией мы можем ограничить. Вот так открываем ее двойным щелчком и ограничиваем минимальное значение вот где-то процентов 30 и максимальное 37. Все, и теперь у нас есть возможность вот так вот, в таком масштабе уже рисовать, и это намного удобнее. А изменения будут происходить лишь в той небольшой области, которая нас интересует. Давайте посмотрим и послушаем, как это звучит. Так. 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 вот собственно и все что я хотел показать тормоза начались при попытке посмотреть визуально потому что видеокарта у меня не очень мощная и прорисовка вот этих движений еще и на стороннем плагине видимо слишком оказалось непосильные задачи для компьютера что ж на если видео оказалось полезным ставь лайк а также подписывайся на канал я буду постоянно выкладывать новые уроки и поделись видео с друзьями которые также пишут музыку пока до новых встреч